Всем привет! Вы на канале Latsy Books, и в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами моими новыми книжными покупками. Здесь очень разношерстная подборка, есть и всеми признанная классика, и совсем недавно вышедшие новинки, и какие-то не очень известные книги, которые я на самом деле откопала случайно. Так что, несмотря на то, что здесь всего 8 книг, думаю, видео получится интересным, хотя эти покупки, они могли бы быть больше, потому что недавно я наткнулась на издательство Phoenix, и меня заинтересовало многое выпущенное имя. Кстати, в интернет-магазине «Читай город» сейчас как раз проходит акция со скидкой 20% на художественную литературу вот этого издательства. Сроки её проведения 17 по 21 октября, так что я себе планирую заказать парочку книг. Например, «Рисунки углём и мелом». Мне кажется, эта обложка очень уютная, такая спокойная, и если судить по аннотации, то книга здесь тоже обладает таким настроением. И ещё одна книга, которая меня заинтересовала — это «Кукла Эда Макбейна». Вообще я никогда не слышала об этом авторе, но оказалось, что он очень известный писатель детективов, и его книги любит даже Стивен Кинг, и одна из них вдохновила его на написание «Сияние». Так что сейчас у меня появилось множество хотелок от издательства Phoenix, и я не упущу возможность приобрести какие-то из них в ближайшие пару дней. Но иногда бывает так, что у меня вообще ступор, я не знаю, что себе заказать. И в таком случае мне опять же помогает «Читая город», потому что у них на сайте выходят статьи, где они рекомендуют книги на любой вкус. И последняя подборка, которую я прочитала, — это «10 книг для полного погружения». И на самом деле я очень рекомендую эту статью прочитать, потому что там 10 книг, которые действительно вас увлекут на несколько часов как минимум. И там есть как книги, которые я ещё не читала, но обязательно буду, так и истории, которые я искренне люблю. Например, там есть «Книжный вор» — это лучшая книга про войну, которую я вообще когда-либо читала. И даже «Ореховый лес» Мелисса Алберт — это очень атмосферная история, которая подходит для чтения осенью. А так что я советую прочитать вам эту статью, и если вас что-то заинтересует, то по традиции у меня есть свой личный промокод LATSIBOOKS со скидкой 15%, который действует с сегодняшнего дня до 24 октября. И он действует на все товары, кроме предзаказа и книг, помеченных надписью «Акции не распространяются». В общем, надеюсь, что информация для вас была полезная. Вы присмотритесь к издательству Феникс, прочитаете интересную статью «Читая города», и, возможно, найдёте для себя что-то действительно классное и купите это с помощью моего промокода. Ну а теперь давайте приступать к самому видео. Итак, первая книга, которую я хочу вам показать, — это новинка от издательства «Корнбукс», там, где цветёт полынь Ольги Птицевой. Раньше она выходила в другом оформлении, и уже тогда книга была популярна, но как-то я не присматривалась к ней, потому что, опять же, мне не нравилась особая обложка. Но когда я увидела анонс переиздания «Попкорна», я, наконец-то, обратила внимание. И, честно, я сейчас нахожусь в процессе прочтения, и я не жалею, что купила эту книгу. «Тамкистёт полынь» — это мрачный, напряжённый и такой тревожащий триллер. К тому же действия здесь разворачиваются в октябре, а это значит, что книга идеально подходит для чтения осенью. Вообще о сюжете. После трагичного случая Ульяна лишается семьи, и теперь она вынуждена скитаться по окраине Москвы, жить в каких-то старых коммуналках со странными соседями и постоянно находиться в полном одиночестве. А всё из-за того, что у героини есть дар, хотя можно сказать, что это проклятие, она видит смерти других людей. Каждый раз, когда она смотрит кому-то в глаза, она чувствует запах полыни и видит, как этот человек погибнет. Ей очень тяжело жить с этим осознанием, поэтому она порвала все связи с прошлым. Она даже с лучшей подругой перестала общаться, потому что боится увидеть смерть в её глазах. А, конечно, здесь очень часто поднимается тема смерти. Ульяна талкивается на жуткие размышления. Например, она идёт по метро, где каждый день проходит 100 тысяч человек, и понимает, что все они уже мертвецы. Рано или поздно все они умрут. Либо спокойно, либо трагично. И на самом деле душевные переживания героини они очень трогают. Здесь также есть линия от ненависти до любви, и она разворачивается довольно драматично. И хочется ещё отметить, как написана эта книга. Ольга Птицева использует метафоры, интересное сравнение. Но это не перегружает слог, и диалоги, они кажутся очень-очень живыми. Я рада, что купила эту историю, я уже скоро её дочитаю, и немного волнительно из-за финала. Следующая книга — это немецкий роман «Чтец». По нему снят известный фильм, который я давно хотела посмотреть, но решила, что сначала я, как книжный блогер, должна прочитать книгу. Как вы знаете, я немножко с подозрением отношусь к тонким книгам, потому что мне всё время кажется, что автор не успеет полноценно раскрыть тему, я не успею привыкнуть к персонажам, проникнусь их историями. И здесь 200 страниц, но почему-то мне кажется, что книга мне понравится. Главным героем этой истории было 15 лет, когда у него внезапно вспыхнул роман с взрослой женщиной. Но также внезапно их роман обрывается, когда женщина исчезает из города. И только через 8 лет главный герой, позрослев и поступив на юридический факультет, вновь её увидит. Среди бывших назирателей из женского концлагеря на процессе против нацистских преступников. То есть женщина, в которую он долгое время был влюблён, по которой он очень скучал, внезапно оказывается монстром. Я предполагаю, что в книге часто будут подниматься вопросы нравственности. Здесь, конечно, будет рассказываться и о нацистской Германии. И мне очень интересно, как отреагирует главный герой, когда ему раскроется вот эта тайна. Ожидания у меня высокие, а после прочтения я обязательно посмотрю экранизацию. Несколько лет назад я познакомилась с таким известным автором, как Эрнест Хемингуэй. Но его роман «Иметь или не иметь» вообще не произвёл на меня впечатление, и по прошествии некоторого времени я абсолютно не помню, о чём там вообще рассказывалось. Но я решила дать второй шанс автору и купила его праздник, который всегда с тобой. Как-то мне стало грустно, что у меня не заладились отношения с одним из самых известных американских классиков. И мне кажется, что это просто было какое-то недоразумение, возможно, неподходящая тематика книги. Поэтому я надеюсь, что этот роман мне понравится больше, и я захочу продолжить знакомство с Хемингуэем дальше. Здесь показывается Париж 20-х годов прошлого века, который ещё называли «Золотыми годами». На обложке написано, что Париж здесь показан таким городом, где, не имея за душой лишнего гроша, можно жить, работать и быть счастливым. Мне кажется, книга будет простой, но такой вдохновляющей и оптимистичной. Держу кулачки, чтобы я снова не разочаровалась. О следующей книге я никогда не находила информацию на просторах интернета, хотя автор является лауреатом Букеровской премии. А как же я тогда узнала об этой истории? Ответ прост. На уроке литературы наш учитель просто упомянул осенью в Петербурге, и я сразу побежала её заказывать. Это художественная биография Фёдора Достоевского. Мне интересно, насколько это будет правдиво, но если её упомянул учитель литературы, то, наверное, роман должен быть достойным и, ну, достаточно достоверным. Достоевский тайно приезжает из-за границы в Петербург и окунается в мир персонажей своих написанных и ещё не написанных романов. Автор аккуратно его создаёт реалии Петербурга времён Достоевского и описывает причины безумия, охватившего людей той эпохи. Я пока читала только один роман Достоевского для школы «Преступление и наказание», и мне кажется, будет интересно познакомиться не с книгами, а именно с самим автором. Тем более, как-то забавно это будет читать с иностранной точки зрения. Роман не очень объёмный, поэтому я прочитаю его быстро, как раз тогда, когда мы будем проходить в школе Достоевского, и я рассчитываю на такое полное погружение в личность автора. Следующая книга — это «Empire V» Виктора Пелевина. Я подумала, что если я сейчас так активно знакомлюсь с русской классикой, то почему мне бы не попробовала взяться и за современную литературу? И мне кажется, Пелевин — это один из самых популярных авторов сейчас в России и один из главных представителей постмодернизма. Я думаю, что книга будет очень странной. Главный герой Рома попадает в таинственное и элитное общество вампиров. Вампиры здесь предстают необычными, они тайком управляют человечеством, и мне интересно, как простой мальчик впишется в их общину. Я читала много отзывов на книги Пелевина, и их либо обожают, либо просто ненавидят. Мне интересно, как отреагирую я. Книга 18+, здесь содержится нецензурная брань, но, надеюсь, мне понравится. Следующую книгу можно назвать классикой классики. Это «Страдания юного Вертера» и Агана Вольганта Гёте. Именно из этой книги появилось определение лишнего человека, которое позже проникло и в русскую классику тоже. И у нас появились всеми известные Онегин, Печорин, Обломов. Так что интересно посмотреть на истоки этого типа героев. Это трагичная история благородного юноши, которого отвергает и общество, и его возлюбленная. Он стал психологическим феноменом вертеризма, связанным с меланхоличным настроением и проблемой самоубийства как высшего проявления свободы воли. В общем, счастливого конца здесь можно не ждать, но мне уже не терпится приступить к роману, который внес такой значительный вклад в мировую литературу. Ну и напоследок покажу вам две книги из школьной литературы, которые я купила, чтобы носить их на уроке, но я ещё их, кстати, не прочитала. Первая — это сборник пьес Чехова. Конечно, здесь есть «Вишнёвый сад», который мы, собственно, и будем проходить. Но здесь также есть такие пьесы, как «Чайка», «Дядя Ваня» и «Три сестры». Их я тоже, скорее всего, прочитаю, но чуть-чуть попозже. Пока что всё, что я читала у Чехова, мне безумно нравилось, и его юмористические рассказы, и какие-то грустные. Ну и пьесы, они, конечно, читаются очень легко, хотя я не могу себя назвать фанатом драматургии, потому что, ну, как-то непривычно читать книгу, в которой вообще нет описаний. Это до сих пор мне кажется странным. И ещё один сборник произведений, только уже Лескова. Здесь есть «Очеровный странник», ради которого я и купила это издание, но также здесь есть «Леди Магбет», «Дзенского уезда» и ещё другие произведения. «Чёрный странник», очевидно, я буду читать для школы. Ну и ещё, наверное, возьмусь за «Леди Магбет», потому что, во-первых, здесь отсылка к Шекспиру, а, во-вторых, я очень много слышала об этом произведении в лекциях Дмитрия Быкова. Вот я и показала вам все мои новые книги. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, оно вышло таким лёгким, быстрым, но книги действительно интересные, и многие из них мне уже не терпится прочитать. Не забывайте про мой промокод «ЛАССИБУКС» в интернет-пагазине «Читай город». И да, вы были на канале «ЛАССИБУКС». Всем пока-пока!